что ребятки разберемся со спорт инвентарем наконец-то вот это сейчас все буду скрывать отделять от всяких ягод там хрена и все всего твердого буду фильтровать сейчас вот в такие бутыли и а дальше мы с вами еще пропустим это все через активированный уголь в том числе с помощью вот такой вот установки попытаемся избавиться от всех запахов и вкусов для того чтобы потом сделать чистый спирт поехали вот так вот смотрите первый слой второй слой на самом деле там еще третий слой есть для того чтобы все мелкие частицы у нас здесь осели мы более-менее чистый продукт получили перед углеванием потому что если мы вот в эту колонну сейчас наполним ее углем туда сюда загоним такой продукт то естественно там все забьется просто частичками менее загрязненный так сказать дальше более таскать загрязненный так скажем частичками продукты и все это вот такой последовательности начинаем выливать поехали это похоже на какой-то корень колгана я буду вам комментировать что я вливаю это ближе к имитации рома пряного что-то вообще без запаха не знают это вообще спиртозность есть вот спирт но в любом случае добудем это что-то к солодке ближе уже что-то очень сладкое мармеладное такое даже страшно выливать по моему черную смородину но не могу сказать вам точно что-то очень знакомое но я не знаю что это как будто бы кизил но пробовать я точно не буду поэтому все уходит зал жалко но не знаю что добавим лимончелло для общего усиления вкуса и еще один лимончелло добавим видите уже все забилось очень аккуратно наливать сейчас прочищать специально для вот таких вот баночек у меня есть спец крышка вот такая вот одевается и грязь какая сейчас почистим одевается и фильтрует все ягоды и вот этот хрен вот здесь немножко у нас есть просто какого-то самогона и вот что-то вообще просто темное непонятное желе посмотрим что-то варенье может быть вот эти ягоды все будут фильтровать тем временем у нас потихонечку потихонечку полигонечку все это фильтруются вот сейчас когда дофильтруются верхний полотенчик надо будет постирать перед тем как банки запускать в оборот и вот ребятки когда я достал открывашку чтобы вскрыть эти две банки посмотрел я на вспомнил все вкусы которые сейчас сюда пошли вспомнил посмотрел не вспомнил посмотрел на ягоды и посмотрел на хрена уха хрена уха здесь лишнее мы ее убираем ничем и тут ректифицировать не будем сейчас мы будем все перегонять на меди сеточками мы сделаем очистку но аромат сохраним и может быть нам повезет и будет прикольный ароматный самогончик вот поэтому сейчас все фильтруем и аккуратненько это все сделаем вот друзья смотрите как мы ловко избавляемся от ягод с помощью вот этой крышечки а вот это все бы у нас пошло на фильтрацию что нам не нужно здесь хоп посмотрите целый банк ягод все в этой банке и осталось мне сейчас 2 банка тоже так сделаем надеваем крышечку наш и хитро и ловко освобождаем все от ягод главное чтобы вместилось похоже не вместится ну ладно возьмем еще следующую банку что страшно вот как все это происходит поэтому такую крышку очень вам рекомендую после недолгой в конце долгой фильтрации за то что забивается вот у нас 15 литровый готов сейчас 10 литровый баллончик посмотрите вот не зря мы так фильтруем посадить что тут происходит это все оседает это все убираем потом еще дофильтровать хочется все-таки прозрачности добиться двух пены будет при перегонке смотрите как все пенится надо будет до 50 градусов с открытым кубом выгонять это все конечно лучше пеногаситель положить иначе можно замучиться на этой перегонке друзья мы продолжаем с нашими настойками на перегонку вот бутыль 1 смотрите что я сделал вот в такой 10 я сделал несколько слоев первый слой ватный диск потом пролонка потом ватный диск пролонка потом сетка еще один ватный диск поэтому будем фильтровать до победного поставил регулятор сейчас настроим поток и все это в перегонный куб будет лица соответственно все мы это увидим вот так поправим шланги ну что включаемся и потихонечку поехали в принципе достаточно чистый он уже есть но там мелочь есть сделаем так повыше скорость фильтрации посмотрим сейчас насколько вот он прижала и вот она побежала ну да прозрачная более прозрачной чем там можно ли нам еще увеличить скорость фильтрации здесь надо подтянуть все сейчас будем дорабатывать переборщил немножко я с количеством фильтрующих элементов начала выдавливается поэтому два из четырех снял сейчас включаемся и поехали вот что-то у нас уже пошло а то вообще был поток минимальный капельками я думаю что на такой скорости потихонечку будем и перегонять то есть здесь у нас в принципе сверху чистая уже жидкость видно вот насколько это можно сравнение вот с этим точно чисто вот и второй у нас бутылечек заканчивается все мы отфильтровали сейчас вам покажу что в кубе происходит вот такая вот ситуация ну понятно что не отфильтровали до прозрачности но по крайней мере всякие частицы большие крупные убрали чтобы нам это не кипятить сейчас начинаем собирать аппарат запускаемся перегонку я вот 05 голов отобрано все при 94 градусов примерно да вот учитывая горочку сейчас буду нюхать что у нас с текущим положением дел вот прямо отсюда и возьмем давай немножко разотрем ну знаете я чуть-чуть еще дом грамм 100 взял и на этом ограничился ароматика уже есть но чуть-чуть что-то меня не устраивает вот на такой конфигурации работаем клуб 25 литров обязательно диоптер я думал что пенится будет сейчас посмотрим при перегонке шлем 12 литровый и вру 8 где-то здесь литров вот две царги одна забита полностью сеточками паченко в одной вот такая вот воздушная сеточка и шея наша любимая лебединая шея или гусак по-русски холодильник стальной чтобы не было медного купороса и попугайчик хорошо почищенный я ну снял я где-то 650 миллилитров голов уже потом мне понравилось сейчас буду немножко разгонять аппарат и снимать ароматное тело вот так оптимистично поставил 10 литровый баллончик вот и сейчас делаю вот так вот на 1200 торопиться не буду буду потихонечку отжимать чтобы максимально работала воздушная дефлегмация сейчас немножко это все ускорится у нас вот у нас пошла уже струечка вот принципе такую маленькую строчку перерывающуюся в капле будем держать я ну что перегонка закончена вот уже добиваем хвостики вот столько у нас тут получилось нашего продукта это 10 литровый ну литра 4 где-то здесь примерно 334 литра вот я на 60 градусах рубанул поэтому все четко будем разбавлять и смотреть так что наша перегонка закончилась в следующем году Продолжение следует...